Давайте посмотрим, как организовать ветвление на языке C. Оператор if выглядит в C следующим образом. Давайте я расставлю те значки, которые являются обязательными. Понятно, что без if никуда, но вот эти скобки и вот эта точка с запятой являются обязательными. Она заканчивает оператор номер 1, является его точкой следования, все, он закончился. Да, несмотря на то, что дальше идет else в языке Pascal, именно в этом месте как раз не требовалась точка с запятой, в языке C она нужна обязательно. Дальше блок else, это оператор номер 2, который будет выполнен, если условие окажется ложным. Очень важно понимать, что вот это условие в языке C, не всегда это важно понимать, но лучше, если вы будете знать, что это условие является арифметическим, а не логическим. То есть это условие либо равно нулю, тогда оно ложное, либо не равно нулю. Например, 2, 5 или 100 – это все такая же правда, как и единица. Понятно, да? То есть если тут 1000 миллионов или минус 1, то это правда. Чаще всего там, конечно, оказывается либо 0, либо 1, либо логический тип, если вы пользуетесь современным стандартом. Соответственно, после else, вот эта точка с запятой, она тоже обязательно есть. Надо понимать, что поток исполнения, он пройдет либо по прямой ветке, то есть выполнится этот, либо по альтернативной, никогда у нас ни квантовая механика не может быть такого, что оба оператора выполнятся сразу, ни при каком состоянии вот этого условия. Конечно, если ваш поток исполнения зациклен, у вас есть цикл, да, то может быть, что на одной итерации вы прошли вот тут, а на второй итерации вот тут, на третьей. В общем, там условие проверяется много раз, и оно, естественно, может оказаться разным. Давайте посмотрим на неполную форму оператора if. В этом случае мы просто берем и выкидываем вот эту вот вторую часть. Что это будет означать? Что у нас, если нет, то ничего делать не надо. Ничего делать не надо. Все, мы просто пропускаем второе действие. И еще важно понимать, что поток исполнения продолжается. То есть у вас есть некоторое действие, которое будет выполнено по-любому, да. Оно в любом случае, неважно, было условие истинным или нет, но вот следующее действие. После того, как оператор if закончился, вот это вот действие, оно в любом случае будет выполнено. Ну, конечно, если вот этот вот оператор не подразумевает какого-нибудь фатального действия над программой, или какого-то безусловного куда-то перехода. Ну, в общем, понятная логика, да. Давайте посмотрим, например, на языке программирования. Итак, вот программа, в которой я внутри цикла считываю число. И если остаток определения этого числа на 2 равен 0, этот оператор сравнения как раз и выдаст мне фактически единичку, но правду, если она кажется равным 0. Ну, и в этом случае я говорю, что число is even, да, оно четное. Давайте запустим, посмотрим на ее работу. Итак, ну, например, давайте вот так поставим. Значит, что у нас? 10, number 10 is even, да, давайте 5, молчком, 9, молчком, да, не знаю, 1000, number 1000 is even, 0, number 0 is even. Вот, ну, что, мы видим, что, во-первых, работает, но есть маленькая ремарка о том, как организован цикл. Мне не нравится то, как он работает, по той причине, что, ну, вообще-то я планировал 0 как признак выхода, окончания. Да, вот, а во-вторых, вот здесь вот есть некоторый грязный хак. Я сюда специально кладу x равным 1, чтобы он случайно в качестве мусора не оказался равным 0, а это вполне вероятно, вот, и не получилось так, что я вылетел из цикла сразу. Поэтому правильнее было бы вначале считать очередной x, ну, очередной, первый x, да, а затем, если он не 0, то сразу проверять, а нечетный ли он. Вот, ну, и потом уже считывать следующий на следующую итерацию. Ну, про вот такой вот формат считывания, может быть, мы еще с вами поговорим. Вот, а сейчас давайте, ну, во-первых, можно посмотреть на результат, что теперь у меня он на 0 не реагирует, 0 является просто признаком выхода. Вот, а теперь давайте сделаем альтернативу, то есть, а иначе, да, иначе, printf, да, и тут я напишу, соответственно, фразу, что этот number в конце точка с забитой, number, соответственно, число x, которое какое-то туда вставится, да, is, odd, все, ну, и теперь он на каждое число, которое я буду ему писать, он будет реагировать, да, ну, пожалуйста, ну, там, понятное дело, что для отрицательных тоже он как-то будет реагировать, да, ну, и на 0 просто он выходит. Так, ну что же, давайте посмотрим, что можно сделать еще интересного при помощи условных операторов. Я могу делать не одно действие, но для этого мне придется, я имею в виду действие под условием, придется использовать фигурные скобки. Фигурные скобки вот при таком простом действии, когда у меня тут один оператор, не являются обязательными. Но, если я хочу вместо оператора вписать сюда блок, да, блок операторов, ну, то есть, несколько, да, с точками запятыми друг между другом, то тогда мне обязательно придется написать фигурные скобки. Ну, надо сказать, что в разных стилях кодирования вот эту фигурную скобку могут затянуть вот сюда, там пробел фигурной скобки. Это не имеет никакого значения, из x это дело игнорируют. Да, здесь, соответственно, что получается? Else, да, еще второй блок я открываю, да, и здесь пишу столько операторов, сколько хочу. Да, то есть, не один, а много-много. И возникает интересный вопрос, а можно ли, можно ли взять и напихать вот сюда, вот внутрь, еще одно ветвление, еще один условный оператор, и туда, и туда. А давайте возьмем и поставим такую задачу. Задачу такую написать несложно. Эта задача будет у меня про четверти на координатной плоскости. На координатной плоскости, как известно, есть 4 четверти, да, 1, 2, 3, 4. И, допустим, с клавиатуры вводятся два числа, x и y. И мне надо определить, соответственно, вот точечка, которая задается x, y с клавиатуры, пускай они будут целыми числами, мне сейчас это не принципиально. И мне надо определить, в какой четверти и напечатать. Там, first quarter, там, second quarter и так далее. То есть, где оно вообще лежит. Что я могу сделать? Давайте сразу на компьютере. Вот такая вот программка с вложенным условным оператором. Посмотрите. Я спрашиваю, если y больше нуля, и вложено в него, я говорю, если x больше нуля, то, соответственно, что? Ну, получается, что и y, и x оказались больше нуля, я нахожусь в первой четверти. А если нет, то надо понимать, что вот это означает, что и это условие оказалось проверенным, и оказалось истинным, а это оказалось ложным. То есть, вот этот printf не напечатан. Все, у меня y больше нуля, x меньше, либо равен нуля, да, и я вот это вот дело печатаю. Ну, можете посмотреть, что вот в ветке иначе я по-другому здесь написал знак, для того, чтобы у меня четверти шли по порядку. 1, 2, 3, 4. Можно побаловаться с этой программой, позапускать ее в различных конфигурациях. Ну, там, не знаю, давайте 5, 10, да, это в первую четверть. Еще разок. Минус 10, минус 10, это будет третья четверть. Да, давайте еще какое-нибудь число. Там, не знаю, например, 10, минус 10 по y, да, оно будет в четвертую четверть. Я, ну, вторую пропущу. Тем не менее, у этой программы есть проблемы. Есть проблемы при вот таком бинарном делении, такой дихотомии. У меня дерево, ну, как бы блок-схема, она следует вот такому. У меня шел поток исполнения, я разбился на два варианта исполнения, да, либо-либо. И каждый из них еще разбился, все замечательно. Ну, и потом это дело все слилось просто потому, что пошло дальше поток исполнения. Да, супер. Да, но оказывается, что вот эта методика ветвления, она хороша с точки зрения скорости выполнения. То есть, сами условия достаточно простые. Я действительно делаю такую дихотомию, да, дерево вариантов. Очень удобно. Но часто бывает удобно поступать по-другому. Выщелкивать случаи по одному. Давайте я еще одну версию нарисую вот этого действия, да. То есть, представим себе, что это все множество возможных случаев вообще, на которые надо реагировать. И вот я делаю вначале дихотомию вот так вот, да, а потом в каждой из половинок я снова делаю дихотомию, да, говорю, либо-либо. Понятно. Да, вот эта логика вложенных условных операторов и в if, соответственно, в прямую ветку и в else. А, возможно, иная ситуация, когда я возьму и скажу, а давайте я лучше буду ответвлять по одному случаю. Я вначале нарисую вот такую ситуацию с множеством, да. Вот у меня есть все возможное множество. Я говорю, давайте я отщипну один конкретный случай. Вот я его тынц и отщипнул. Да, дальше. Это все, это все else, это все иначе. Я говорю, ну от него отщипнем еще один простой случай. Знаете, как это называется, отстругиваю по кусочку удобоваримому, да, потом еще из оставшегося я еще отстругиваю какой-нибудь случай. Ну и это уже будет else. Но, знаете, даже в этом случае параноики программисты, они сделают так, они и тут еще откусят кусочек, скажут, ну это первая четверть, это вторая четверть, это третья четверть, да, а это четвертая четверть, а это, а этого не должно никогда случаться. Ну чисто так, по идее, вроде бы не должно никогда случаться, да. Вот. И вот оказывается, что вот в данной простой задаче вот эта ситуация срабатывает. Сейчас я покажу. Посмотрите, пожалуйста, на версию программы с каскадным условным... А, да, стоп, одну секундочку, я напишу, как это выглядит в принципе. Да, в этом случае у нас получается, если, да, некоторое условие, соответственно, некоторое действие по этому условию прямое, да, которое первый случай характеризует. А дальше мне нужно отделить все, что в иначе. Else, да, и все остальное будет находиться внутри этого else. В принципе, если там сразу после этого будет следовать if, то блок фигурных скобок не обязателен, если там только один if. Да, ну, можно писать всегда фигурные скобки, можете писать, это ни к чему плохому точно не приведет. Вот их отсутствие компактно, им неудобно на занятии показывать без них, но именно вот отсутствие фигурных скобок может привести к тому, что часть у вас окажется, та, которая выполняется по-любому, а она у вас, ну, как сказать, должна была выполняться под условия. Короче, давайте вернемся сюда. Значит, что у меня получается, что if, который будет вычленять второй случай, он будет находиться внутри else, да, у него будет свое условие, свое действие, да, но, соответственно, у него тоже возникает иначе, который разбирает все остальные случаи. И у меня возникает такая ситуация из-за синтаксиса, да, прошу прощения, из-за кодинг-стайла, да, в котором я делаю отступ вложенного в else, да, у меня будет продолжаться это дело и продолжаться вот этот отступ уходить вправо, и программа будет вот такая очень ступенчатая. Так вот, конкретно в этой ситуации, в ситуации каскадного ветвления, когда вся остальная логика разбиения находится в else, допускается перенос вот этого if на строчку с else. Посмотрите, как это элегантно выглядит. Вот так вот, смотрите. Вот, я беру и вычленяю первый случай, да, и говорю, если это он, то распечатали сразу, что это первая четверть, да, иначе если, else if, да, видите, именно else if, этот else, он к другому if, к предыдущему. И дальше идет if, else if, else if, else if, и в конце else. Так вот, обратите внимание, вот в первой версии программы, где было вложенное ветвление, там этот случай вообще не обрабатывался. Я не думал о том, что точка может находиться на осях. Понятно? Но это могло произойти следующим образом. Я мог вот сюда вот вставить какой-нибудь, там, не знаю, assert, да, какой-нибудь, что-то не может быть никогда просто вообще. Вот такая ситуация. И обнаружить это просто уже по ходу дела. И обнаружить, что вот внезапно при некоторых определенных входных данных у меня раз, и вот этот случай таки происходит. Если он произошел, то что значит? Что все предыдущие условия, которые были, оказались неверными. Я активно вас агитирую за использование каскадных операторов, каскадных конструкций, составленных из операторов ветвления, потому что они часто легко воспринимаются. Но надо понимать, что скорость их выполнения все-таки ниже, чем когда мы делаем вот такое бинарное ветвление. Поэтому тут нужно, конечно, включать голову и думать, о что мы, собственно, оптимизируем. Но чаще всего нужно оптимизировать понятность кода. Переходите к следующему видео.